Гараж для мотоцикла, который также можно использовать как стояночный или парковочный бокс. Итальянский калькулятор. Итальянский калькулятор середины прошлого века, который не только считает, но и печатает как пример, так и результат. Электромеханические рикши, сделаны своими руками на фабрике роботов в Китае для сельскохозяйственной выставки в Шанхае. Итальянский калькулятор. Самый простой и эффективный замок для ворот своими руками. Самодельная воздуходувка из реактивной турбины с приводом от трактора для очистки территории от мусора и листьев. Винтажная стиральная машина из 20-х годов прошлого века. Итальянский калькулятор. Модель вечного двигателя, который перезапускается сам. Модель вечного двигателя. уникальный армейский грузовик mercedes-benz lg 1519 с полным приводом который совершенно отличается от всех своих собратьев у автомобиля задняя подвеска сделана по принципу балансира что позволяет ему беспрепятственно преодолевать практически вертикальную преграду японский легендарный складной мопед серийно выпускавшийся компанией honda мото-компо в 1981 1983 годах сегодня полностью обновился из мини-скутера с двс до электросамоката вездеход-снегоуборщик из москвича своими руками и а а а а а а а а к и и и а и и и А поворачивать как? Ну да. Электрический скутер из Лего. Продолжение следует... Современный лесовоз-трансформер, который в порожнем состоянии, прицеп возит на себе. Одним нажатием кнопки «прицеп» в течение минуты автоматически раскладывается в двойной прицеп, готовый к погрузке леса. Продолжение следует... Машина из подручных средств по минимуму. Корейская компактная полуподводная лодка «Пенгвин», из которой, как в аквариуме, можно наблюдать все прелести подводного мира. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Самодельная лебедка для пикапа, которую можно использовать как маленький кран для сравнительно тяжелых грузов. Субтитры подогнал «Симон» Разработанный в начале 1960-х годов, имел удлиненную цельносварную раму, два двигателя по 180 л.с. и две автоматические коробки передач с раздельным бездифференциальным приводом на колеса правого и левого борта. У автомобиля две пары средних колес без рессор, а передние и задние колеса с независимой торсионной подвеской. Несмотря на большую длину 9 метров, рулевой привод на передние и задние колеса позволяет разворачиваться на самых трудных участках трассы. Результаты испытаний показали, что автомобиль имеет потрясающие ходовые качества, после чего он был принят на вооружение советской армии. И по сегодняшний день ЗИЛ-135 в различных модификациях, как военный тягач, не имеет себе равных. Сбор урожая яблок в Вирджинии с использованием комбайна для сбора черники. Сбор урожая яблок в Вирджиния Сбор урожая лука в Нидерландах, при котором сначала происходит волкование, потом уборка с погрузкой и перевозка к месту хранения. Сбор урожая. Сбор урожая лука в Нидермаде. Сбор урожая глупый. Сбор урожей. Их. Их. Тайский самый мощный мобильный водяной насос с приводом от автомобильного дизельного двигателя. Применяется для полива рисовых полей, а также для перекачки воды в водоемы для разведения всякой морской живности, в данном случае креветок. Уборка шпината в Японии Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok